Всем привет дорогие друзья, с вами Дима и канал МТГ Сибирь и сегодня у нас очень необычная колода от подписчика, от моего дорогого друга Лероя. Лерой привет тебе большой, спасибо за то что дал аккаунт и очень интересную деку напогонять. Хочу с вами ей сегодня поделиться. Итак, это моно, ой точнее моно, это селезния рампа, селезния на мано разгоне, селезния на землях, если хотите. В общем давайте смотреть. Итак, 4 открывшиеся последовательности. За 2 маны волшебство мы ищем в нашей библиотеке карту базовой земли, кладем ее на поле битвы тапнутой, затем шафлим деку. А затем кладем на нее столько жетонов, плюс 1, плюс 1, сколько земель мы выложили в игру в этом ходу. Далее у нас тут 4 мурацких корнееда, за 2 маны 2-3 с вдительностью. За тап мы можем положить карту базовой земли из нашей руки на поле битвы, а за тап вернуть с любую базовую землю под нашим контролем в ручку. Далее у нас тут 4 время взаймы. Это новый ремувал, чары, за 3 маны, экзайлит и перманент, не являющийся землей, пока сам в игре. Ну то есть, да, такую механику мы уже видим много раз, она отлично работает. 3 копии паломницы веков, за 3 маны 2-1. Когда она выходит на поле битвы, мы можем найти в нашей колоде карту базовой равнины, показать ее, положить в ручку и перетасывать деку. А за 6 маны вернуть паломницу веков из нашего кладбища в нашу руку. 4 копии ройскутов. Один из наших финишеров, за 3 маны 1-1 с землепадом. Каждый раз, когда земля выходит на поле битвы под нашим контролем, мы создаем одну фишку. Существует 1-1, зеленая насекомая. Если мы контролируем 6 или более земель, вместо этого создаем одну фишку, являющуюся его копией. Далее у нас идут, конечно, 4 колесницы эсики, за 4 маны 4-4. Когда выходит на поле битвы, мы создаем фишку КТ, 2 фишки КТ 2-2. И каждый раз, когда колесницы атакуют, мы создаем копию фишки под нашим контролем. И экипаж 4, сила 4 должна быть, да. Далее у нас идут 2 копии Яшарна, неуклонимой земли, за 4 маны 4-4. Это элементальный вепрь. Когда он выходит на поле битвы, мы ищем в нашей колоде карточку леса и карточку равнинки. Показываем их и кладем себе в ручку, затем шафлим деку. Игроки не могут платить жизни или приносить в жертву, не являющуюся землями перманенты, для разыгрывания сагнаний или активации способностей. Дайвун с 4 шикарнейших Рен и седьмой, за 5 маны 5 лояльности. Это легендарный Плэнтс Волкер с очень интересными четырьмя обилками. За плюс 1 мы показываем 4 верхней карты библиотеки, кладем все земли в ручку, остальные на Грейв. За 0 маны мы кладем любое количество карт земель из нашей руки на поле битвы с затапанными. За минус 3 мы создаем одну фишку, существует зеленый лесовик с захватом, у которого силы и выносливость равны количеству земель под нашим контролем. А за минус 8, если нам удалось накопить, то мы возвращаем все карты перманентов из нашего кладбища в ручку и затем получаем эмблион со способностью, наш максимальный размер руки не ограничен. И, конечно же, 4 наипрекраснейшие карточки нападения на фестиваль. За 6 маны Волшебство. Мы смотрим 5 верхней карты библиотеки, можем положить на поле битвы не более 2 находящихся среди них. Карт перманентов с мановой стоимостью 5 или меньше. И флэшбэк за 10 маны. Как вы можете заметить, у нас все карты в кладбища являются картами перманентов с монокостом, кроме, собственно, их, да, с монокостом 5 или меньше. В том числе и земли, кстати, земли, да, можно тоже класть под ройскутов, работает просто замечательно. А по землям у нас тут есть 22 базовые земли, 4 затапанных и 1 тропа. Вот такая, ребята, сегодня авторская клада у нас на обзоре. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, оставьте комментарии. Играть будем в BO1 формате. Клада хоть и квадратненькая, но зато я уже против этой клады даже успел сыграть несколько матчей. И знаете, что клада достаточно очень сильная и неплохо себя показывает. Давайте посмотрим, как она будет работать в моих руках. Потому что против меня она работает, честно сказать, очень-очень-очень даже неплохо. Давайте выберем рейтинговый стандарт. Колоду под названием Снос. Вот. И попробуем затестить. Ну и да, ребятки, если вы наградите меня своим лайком, подпиской и комментарием, а также поставите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, то я буду вам очень сильно благодарен. А также напоминаю, что в группе ВК по ссылочке в описании есть все бесплатные промокоды, которые на сегодняшний день существуют в арене. Может быть, вы какой-то еще не успели ввести, заходите, выводите, получайте за это бонусы. Я их специально для вас перевел как смог, я очень старался, поэтому заходите. Буду вам очень рад в моей группе ВК. Итак, нет зеленой маны. Это мулиган. Есть зеленая мана. В принципе, можно, наверное, даже покипать в такую руку. Почему бы, собственно, и нет. И вопрос, что убрать, ну я, наверное, думаю, что он стоит убрать Ройскутов. Он нам здесь понадобится для поздней игры, потому что на третий ход у нас есть, что поставить, и на четвертый ход у нас есть, что поставить. То есть, собственно, Ройскутов, если у нас получится сыграть на поздней игре и получить с него профит, то это будет практически автовин при условии отсутствия большого количества масс-ремовалого, по-моему. Давайте попробуем. Так, сейчас, наверное, мне кажется, что громкость очень большая. Немножечко убавлю ее. И ход. Тут вот эти земли снежные, они просто лежат, потому что это дуальные земли. Поэтому, как бы, не у всех людей, и у меня в том числе, есть все карты, которые нужны. Поэтому, ну, по мере, вот, видите, дека развивается по мере поступления Джокеров. Что это? Каждая, которые заклинали вовшебство, чародея или в другой хрени, да? Что там? И, наверное, заклинание, он, получается, 2 плюс 0 до конца ходит. Ну, неплохо, неплохо, неплохо. Давайте. Паломница веков. Вот, прекрасная карта. Найдем себе равнинку. Найдем себе равнинку в колоде. У нас их много. Может быть, что вот при такой раздаче у нас сейчас будет просто слишком медленно играете. Но посмотрим. Ничто не везло заранее. Это что? Чародейство. Каждый раз, когда разогреться, идут перед нами закрепленные, что возьмите картону неплохо, слушайте, чувачок. Да, давайте сходим вот так. Непременно. Ну, и давайте поставим колесницу. Плохо то, что мы продолжаем дробить земли, как бы. Столько земель нам не нужно. Сейчас. Нам бы как раз... Ну, потому что, кроме земель, мы, по-моему, почти что ничего не подробовали, да, пока что? Это, опять, печально. Так и хочется добирать карточки какие-нибудь качественные. Может быть, он хочет побаловать колесницу? Ну, давайте. Сейчас будем смотреть за его руками. Под столом. Что-то он тут решает. На самом деле, очень круто то, что он может добирать карты, да? Это прямо для него огромный бонус. Команда. Ну, ладно. Интересно, если бы я сделал его существом, он все бы остался бы артефактом или нет? Дима, скажи, пожалуйста, в какую бы не цель возьму, ну или... Пять. Так, ну, а так она три, да? А так она три. Давайте сейчас подробим что-нибудь неземельное, а? Было бы очень даже неплохо. Ну, спасибо. Спасибо, конечно. Ну, давайте в атаку сходим одним. Там, вот этим котейкой, да? Тут же за шесть маны возврат. Да. Конец ходу. Ну, блин, сейчас можем проиграть. Мы не дровим просто ничего. Что это? Понял. На самом деле, нас пока что не так уж жестко порят. Хотя, жестковато, если честно. О! Прикольно. Давайте, Ройскутов. Давайте, земля. Сделали все подобного. В атаку не пойдем, нет смысла, ходи. Ну, на самом деле, упарывают. Мы ничего не... Потому что, может, мы просто оппонента заблочим сейчас. И вытягиваем движение, да? Бдительность, чередейство. Какие-то меня было защитить. Окей. Это вообще не страшно, абсолютно. Не сейчас. На три, да? А, ну на пять, да. Да, можешь разыграть подешевше. На двойманы. Он даже что-то разыграл, смотрите-ка. Да. Он должен, наверное, что-то нам сейчас показать, да? Эту карточку. У меня такое чувство. Так-то больно на семь. Прямо очень даже больно. У нас нечем блокировать полетчиков, кроме как им. Чего там? Тандербот. Ну окей. У него маны не хватает. Для него, чтобы сейчас играть. Да. Да. Так. Вот это сейчас интересно. Это сейчас очень интересно. Вопрос, что мне делать. Может быть, такого стоит сыграть. Ну и что мы тогда можем... Вообще, что мы можем такого подробовать, чтобы нам сейчас спасло нашу нежную жопку. Я думаю, что ничего, ребят, не можем подробовать абсолютно. Просто поставим вот такого. И просто-напросто, скажем, элементарь. Ну, элементарь как бы 7-7. Неплохой такой элементарик. А так не будет. Не в этот ход. И потом, может, найти ему 4 дамага. Я не против даже буду. Это будет самое такое простое, что мы можем получить сейчас в лицо ему. 4 дамага, пожалуйста. Без проблем. Знаете, что в этой деке не хватает? Делвера не хватает. 4 дамага сюда. Ну, значит... Это что значит? Это значит, что у него есть чем дожарить. Правильно? Я так понимаю. Если у него нет с чем дожарить, то мы умерли. Еще один. Но у него нет ускорения. Думаю, это не проблема. А, ну тогда... Что было тянуть кота за причинное место, да? Давайте следующую. Давайте просто следующую сыграем. Да. Не хватило чуть-чуть. Я говорю, очень много земель мы на топдекали. И кроме земель-то, по сути, ничего не на топдекали. Вот. Поэтому... Поэтому это, конечно, да, это вызывает сложности. Ну, про флудио, так про флудио. Ничего страшного. Давайте попробуем сыграть еще одну игру. И уже с этого будем делать какие-то выводы. Так. Кстати, ребята, если кто знает какую-нибудь хорошую программу, которая будет записывать видео в Full HD качестве, то я с телефона, с экрана телефона, то, пожалуйста, посоветуйте. Потому что я знаю, что эта качество вас не устраивает. Вот. Я с удовольствием поэкспериментирую. Я с нашел одну вроде программу, но что-то неплохо, она не отображается в фоновом режиме. То есть, вот как у меня тут сейчас мигает, допустим, микрофон, запись, там, я могу вот тут пролистнуть, да, там, включить ее. И у нее такого нету. И мне приходится выходить из игры, чтобы ее включить, точнее, сворачивать игру. И после этого она частенько, игра перезагружается, и получается, ну, мне некомфортно с ней работать. Плюс там ограничение на час. То есть, если я игра, допустим, час и десять минут, видео записываю, то она выключается, и мне приходится заново ее включать. Мне это не нравится. Вот. Она называется Rec. Мне очень не понравилась эта программа, поэтому я, как бы, не собираюсь ей пользоваться. Так. Курама, давай, помогай. Земля, ход. 2-2 крича. Давайте найдем себе беленькую. Пригодится беленькая. Так. Ангел стоит на 2-3 крича, окей. Без Б. Или синцессики. Ходи. Так. Так. Валькирия. Да, за думанку. Хорошо. Еще одна. Хорошо. Да. Пас. Все, да? Ну, тогда, наверное, мой ход. Давайте поставим зеленую. Давайте поставим такого перчика. Давайте поставим такого перчика. Давайте заберем вот это. Давайте оживим. Затапаем двух токенов. Давайте атака. Сделаем копию токена. Ходи. Ну, точнее, может блокировать. Нету блоков, да? Ну, ладно. Конец хода. Ну, следующий ход, если мы поставим, сыграем вот нападение, ну, это будет, в принципе, ничего так. Так, тут какой-то ангел, который реанимирует. Ну, ладно. Он абсолютно не критичный для нас, и не страшный. Ну, я так считаю. Не знаю, резонно ли ему входить в атаку или нет. Сейчас, ну, сколько земель? Четыре, да? Земля вошла, да? Пас. А, она еще растапанная вошла. Ну, что он хочет от нее? Каунтер, что ли, положить? Ну, ладно. Да. Мой ход. Ну, давайте. Давайте сыграем землю. Давайте вот эту херню сыграем. Извиняюсь за мат. Так. Неплохо. Что еще есть? Ого. Матерен и Яшран. Так. Во-первых, да, найдем себе две земли. Мы это заслужили. Подтвердить. Во-вторых, наверное, мы все-таки... О-о-о. Так. Сделаем себе большого атаки, да? За минус три. Оживим колесничку. За двух кошечек. А, хотя, зачем мне две кошечки, если могу... Да, за двух кошечек. Подтвердить. Вот колесничкой уже пойдем в атаку. Далее. Атака. Атака. Ну да, сделали все-таки на... Не того-таки на... О-о-о. Блин. Это вот океана. Ну ладно, ходи. А вот этого захвата нет, случайно? Так, убедительный. Ну, бизнес тоже, кстати, неплох. Ай, блин, рука болит. О-о-о. Интересно. Что он там делает еще раз? Ну-ка. Начали вашу отключенную шагу. Если в этом ходу получить ребушицы, я отведу фишку ангела. Окей. Пожертвовался. И сюда, типа, вот он, андистрактабл, да? Ладно. Пас. Мой ход. Давайте активируем. А, все. Ну ладно. Тут у нас победа. Тут победа. Давайте тогда следующую, незамедлительно. Ну, классная дочка, классная. Она вот такая вот, прямо, интересная. Я так вот только думал, что же ей не хватает. И мне кажется, ей не хватает. Знаете, чего? Ну, на самом деле, я бы много чего в нее добавил. Давайте так, ребята. Если над этим... Над этим... Если под этим видео набирается 40 лайков, то я уже выпущу свою версию этой колоды с моими личными дополнениями. Вот так вот. А, нет. Ребята, не выпущу. Все, отмена, отмена, отмена. У меня просто нет джокеров, чтобы этих пейнтлокеров сейчас крафтить. Ну, ладно. Давайте игра. Давайте снос. Крыша сносная на игра. Давайте следующую. Так что, не скажем, что у меня нет просто джокеров на этих пейнтлокерах. Так, что мне делать с такой рукой? Ну, с ней особо ничего не поделаешь, на самом-то деле. Не, я думаю, что это мулиган. Это да, это поинтереснее. Давайте, наверное, вот эту мы берем. В любом случае, мы на третий ход поставим себе вот эту. Это лучше. Приходи. Рен и седьмой. Седьмой кто? Непонятно. Да, бурдалачка. Есть контакт. Ройскутов неплохой топдек. Для нас прямо очень даже хороший. Давайте последовательность. Найдем себе зелененькую. Сделаем ее кричей. Ну. И ход. Что же ты будешь делать, интересно? Это 100% вариант билда Sky и с этими реаниматорами, с лолтами. Ну, то есть нам нужно как-то выкручиваться будет. Я думаю, что колесница нам должна помочь. На этом плане. Ну, и в этой деке не так уж много масса ремовала, поэтому, ну, их всего 4 получается. Ройскутов в сансорах деки 4. Они должны нам тоже хорошо зайти. Я думаю, что сейчас колесницу все-таки поставим. Но нет у меня необходимости пока что в этом она разгонит. Мы поставим колесницу. Колесница, она опаснее. Согласитесь. Она прямо... Это прямо опасность. И ход. То есть я так скажу. Для нормальной игры этой деки нужен второй дроп. Тогда дека будет нормальная. Нормально играть. Нужен второй дроп. Все вторые дропы, которые у нас есть в деке, они нас разгоняют. Да? Ничего не произошло, да? День прошел, число сменилось, ни хера не изменилось. Сейчас мы можем ржин в пирэн поставить вообще без проблем. Без малейших. Ладно. Да. А он решил не учить урок, а подроваться. Интересно. Тоже интересно, кстати говоря, да. Давайте поставим рэн. Поставим рэн. Давайте оживим. Мы пойдем в атаку, как бы не боясь, без страха в глазах. Потому что мы хотим себе еще одного ВКТ. Далее. Извиняюсь, ребята. Я потом перезвоню бабушке любимой. Просто, ну, во время записи я не люблю, когда меня трогают. И докучают. Потом перезвоню сразу после записи. Буквально через две партейки. Вот эту и следующую. Так. Окей. Токена мы себе сделали. Это хорошо. Теперь давайте мы себе поищем земелек. Нашли себе очень много земелек. Три штуки. Четвертую. Так. Что мы там нашли? Четыре карты. Все. Отлично. Да, наверное, графу жал три в руку. Прямо идеально. Ты даже сейчас масс ремовал сыграет. Поставит эту вурдалачку. Ничего страшного. Но он не сыграет. Там, может быть, со строем скутов вставлю, и придется ей подождать, повременить немножко. Вообще, вот со всеми, то, что есть на руке, со всеми крутыми козырями нашими, придется повременить. А что, у тебя что-то есть? У тебя же ничего нет на Грэйве. Ну, ладно, как бы. Без проблем. Без проблем. Так. Ну, давайте, наверное, оживим. Так и так. Ну, наверное, давайте вот так вот и сходим. С теми. Сделаем копию тока. Кота. Так, ну, и давайте, наверное, тогда вот этого чувака. Если придется скидывать что-то, ну ладно. А не придется, мы же еще и земли не играли. И давайте... Я даже не знаю. Лесовика создадим? И ход. Ну, сейчас ты должен по-любому прилить на масс-ремовал. Иначе, ну, масс-ремовал должен быть... А, он же может нашего Плэнтсвокера, да? Типа убить. Все, 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 все. Я понял. Ну, этот летальный дамаг на столе сейчас стоит. Сейчас уберем наш флоп. Сколько он там делает еще раз? Удалите X жетон уверенности в данном размере. Ну, понятно. То есть, может, два заплатить, да? Три маны. Ну, это на масс-ремоута не хватает. На масс-ремоута не хватает. Пока что. Очень нужно сыграть масс-ремовал. Прямо очень нужно. Прямо крайне необходимо даже, я бы сказал. Ну, а после этого видео, ребята, я, как и обещал, буду записать Симикрамп. То есть, я обещал, как вы просили в комментариях к предыдущему ролику, я это сделаю. Постараюсь завтра записать. Что у него там такого может быть? На чем он так прямо думает тщательно? Что же там такого может быть? Ну, пас. Мой ход. По-моему, ливнул, чувак. Или, мне кажется. Это атака, пойду в атаку. Ничего думать. А может, давайте так просто попробуем. Понимаешь, со стой ничего нету. Давайте, ладно. Далее. Атака. А, снова не того, как я выбрал. А, неправильно, с того. А, ну просто, походу, ливное. Вот так вот, да. Ну что, ребята. По-моему, колода просто отличная. Ее чуть-чуть шлифануть прямо сверху. Вот так вот, полиролью. И колода будет просто замечательная. Пишите, что вы думаете в комментариях. Ну, а с вами был, как с вами Дима, канал МТГ Сибирь. Спасибо, друзья, большое за просмотр, за вашу поддержку. Всем удачи. Пока. И хороших тапдеков. Субтитры сделал DimaTorzok